Очередную партию гуманитарной помощи получили беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, которых с радушием приняли в Волгограде. Предметы бытовой химии, личной гигиены, продукты питания доставили в пункты временного размещения в тракторозаводском районе Волгограда. Постельное белье, мыло, банные тапочки, гель для душа. Ходит быстро, у меня трое детей, и у дочки маленький ребеночек. Стираемся каждый день, нам очень надо. Наталья Недашковская рассказывает о страшных событиях, которые вынудили ее с близкими покинуть родной дом. Здесь, в Волгограде, с первых минут все они ощутили искреннюю заботу и поддержку. Условия очень отличные, и кровать, душ, все есть, горячая вода, нас все устраивает, нас три раза кормят. Душа болит о доме, переживаешь, там осталось все, все нажитое. Приняли очень хорошо, ехали в никуда, очень хорошо, помогают всеми вещами, и кормят очень хорошо. Молодцы девочки, волонтеры, всем большое спасибо, мы даже не ожидали такого. Сегодня под патронатом Российского Красного Креста в пункт временного размещения в тракторозаводском районе прибыл очередной гуманитарный груз, подготовленный коллективом одного из крупнейших промышленных предприятий Волгограда. Очень радостно отметить то, что сейчас стали подключаться к сбору гуманитарной помощи промышленные предприятия. В сборе гуманитарной помощи участвуют очень многие общественные объединения Волгограда и Волгоградской области. Фактически мы сейчас объединили в оперативный, инициативный общественный штаб эти организации. С первых дней к работе по оказанию помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, прибывшим в поисках убежища, активно подключились и жители города-героя. В регионе действует 12 пунктов сбора помощи. Необходимые меры для поддержки беженцев приняты и в пунктах временного размещения. Все возникающие вопросы решаются оперативно, во взаимодействии с ответственными службами и ведомствами. У нас самое главное – это забота о людях. Дети у нас ходят в школу. Планируется с 9 марта, что часть детей, кто пожелали родители, пойдут в детский сад. По трудоустройству работает у нас очень много специалистов, и центр занятости работает, опрашивают, кто хотел бы трудоустроиться, собирают анкеты. Вопросы о приеме эвакуированных из Донбасса на особом контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Пункты временного размещения будут разворачивать по мере прибытия людей. Регион готов к увеличению потока беженцев. Ирина Абрамова, Глеб Волков. Время новостей.